19 января все православные отмечают крещение Господне. Это один из 12 главных христианских праздников. Согласно Евангелию, в этот день Иисус Христос крестился в реке Иордан. Во время Таинства на Спасителя снизошел Святой Дух в виде голубя, а поэтому праздник называют также Богоявление. 19 января завершаются святки, цикл зимних рождественско-новогодних праздников. Традиционно в этот день в православных храмах проходят торжественные молебны. Об атмосфере праздника подробнее в нашем сюжете. Богоявление – один из главных православных праздников, и он является замыкающей датой рождественских святок. Больше он известен под другим названием – Крещение, которое ежегодно отмечается 19 января. Дата эта является неизменной, и каждый верующий человек помнит о ней и чтит ее традиции. Для всех православных праздник начинается еще с вечера, когда отмечают крещенский сочельник. В этот день в храмах совершают праздничную литургию, а верующие читают особые молитвы. Уже традиционно в ночь с 18 на 19 января по благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела архиепископ Южненский Деодор, викарий Одесской епархии на 16 станции Большого фонтана, совершил чин великого освящения воды. С самого утра 19 января многолюдно во всех православных храмах Одессы. Первый в Украине студенческий храм святой мученицы Татьяны – не исключение. На улицах раздается праздничный колокольный перезвон, а люди освящают крещенскую воду и спешат отнести ее в свои дома. Крещение, так же, как и Рождество Христово – семейный праздник. После посещения храма и совершения всех традиций верующие собираются за столом с самыми близкими и родными людьми. Традиционно я со своей семьей, со своими коллегами, со своими друзьями, с одесситами отмечаем этот праздник и находимся на праздничной литургии, посвященной этому великому христианскому празднику хрещения в храме святой мученицы Татьяны. Мы любим этот праздник, как и все православные. Мы соблюдаем эти хорошие, добрые традиции. Поэтому сегодня здесь, в храмах, особенно в храме святой мученицы Татьяны, даже в этот день очень много детей. И наши дети, наши внуки то же самое будут соблюдать. Почетный гражданин города Одессы Сергей Кивалов подчеркивает, что митрополит Одесский и Измаильский Агафангел вот уже много лет делает все для развития и укрепления православия в нашем городе и регионе. Приходом митрополита Одесского и Измаильского на кафедру, когда он возглавил митрополию Одесскую, восстановились сотни храмов, построились десятки храмов. И это хорошо. Праздник Крещения собрал в себе множество обычаев. В первую очередь они несут в себе очищение души, тела и даже жилья. Основная и неизменная до сегодняшних дней традиция – обряд водосвятия или водокрещения. Православные священники в день праздника и накануне разъясняют истинную природу и назначение крещенских купаний. Полное погружение в воду, а именно так крестились древние христиане, должно приносить удовольствие и духовное очищение людям. Важно понимать, если организм по каким-то причинам не готов к погружению в холодную январскую воду, то вредить себе не нужно. Украинская православная церковь подчеркивает – главное совершить молитву во имя очищения мыслей. Конечно же, в первую очередь в этот день необходимо быть в храме Господнем, совершить молитву, очиститься внутренне от грехов, от нечистоты. И вот уже после этого, когда человек духовно созрел, духовно готов, после этого, конечно же, можно, если позволяет здоровье, посвятить время и этой народной традиции. Как свидетельствуют те люди, которые окунаются, то они получают заряд бодрости, заряд энергии буквально на целый год. Ну что ж, если это помогает людям быть добрыми, отзывчивыми, приходить на помощь тем, то нуждается, наверное, это хорошая традиция. Храм Святой Мученицы Татьяны в этот день наполнен особой атмосферой. Для одесситов он стал центром веры и духовности. Люди приезжают со всех районов города, чтобы разделить радость праздника крещения именно в стенах молодого студенческого храма. Я очень люблю этот праздник. Моя мама покойная очень любила этот праздник. Мы с детства были научены праздник этот чтить, это крещение Господнее, это святое. Пасха, Рождество и крещение – это самый большой праздник для нас в семье был всегда. У меня не традиция, у меня есть почувствие. С крещением Креста у меня радость того, что эта сила Господня, благодать, которую мы получаем в связи с этим, что мы получили крещением, силой, что она нам будет сопутствовать всегда в трудные часы нашего жизни, укрепляти нас и духовно, и телесно. И хотелось бы просто, чтобы с очищением все люди были прикладом один для одного, чтобы люди были люди между собой. В ходе Божественной Литургии был совершен крестный ход и чин Великого Освящения Воды. По окончанию богослужения настоятель храма Святой Мученицы Татьяны окропил прихожан Святой Водой. Сотни людей пришли получить благословение и осветить Крещенскую Воду. Праздничное богослужение проходило и в новом храме апостола и евангелиста Иоанна Богослова при Международной Академической школе Одесса. За полтора года работы храм Иоанна Богослова обрел уже множество прихожан. Освящать новую церковь в Одессу приезжал предстоятель Украинской Православной Церкви, митрополит Киевский и всея Украины Ануфрий. Сегодня здесь вовсю кипит жизнь. Одесситы приходят в храм не только в великие праздники, но и просто, чтобы помолиться, а также отдают своих детей в воскресную школу. Я пришла в храм, потому что великий праздник, крещение, и в этот день хочется быть ближе к Богу, обязательно осветить воду и быть причастным немножечко к этому празднику, поэтому в этот день мы здесь. Мы стараемся ходить в храм по выходным, и дети у меня ходят в воскресную школу. Этот храм очень теплый, душевно близкий мне, и я очень рада, что этот храм есть. Благодарю учредителям, основателям этого храма. Мы сегодня пришли с женой в храм вместе для того, чтобы осветить воду, провести службу. Также мой отец пришел в храм. Для нас это семейный праздник. Мы стараемся регулярно ходить в храм. Важнейший в праздник крещения Господня является традиция купания в крещенской купеле. После посещения храма православные христиане отправляются к водоемам, чтобы принять участие в крещенском омовении. Одесские пляжи 19 января – не просто пляжи, куда приходят закаленные люди, чей организм не боится минусовой температуры. Это места, оборудованные всем необходимым. Палатки для обогрева, чай, полотенца. На восьмой станции Большого фонтана такое место было оборудовано при активном содействии коллективов Одесской юридической академии и Международного гуманитарного университета. Символично, что коллективы вузов уже более 20 лет прикладывают немало усилий в целом для благоустройства данной территории и набережной. Уже более 10 лет коллективы ведущих вузов страны принимают участие в крещенских купаниях. Более 10 лет это проходило в поселке Великодолинское Аведиопольского района в реке Боробой. В этом году профессорско-преподавательские составы, студенты, а также президент университетов, почетный гражданин города Одессы Сергей Кивалов окунулись в крещенскую воду Черного моря. Что вы не купаете? Ух, елка, вода вот такая горячая. Я вам хочу сказать, что можно купаться, главное настроиться. Смотрите, все купаются. Вот хороший пример, вот это настоящие традиции, которые нам нужно соблюдать всегда. Искупавшись в Январском море, руководство вуза убеждает, что традиция крещенского купания их закаляет и мотивирует к последующей работе. В этом году мы решили искупаться в море. Вот вы знаете, вода, сказать, что теплая нет, но не ощущается. Холодная вода, градуса, наверное, градуса 4 или 5, но ты настраиваешься. И вы знаете, действительно так. Я вот во дворе храма находился, ветер там был и так сильно замерз. А здесь после купания практически не чувствуешь такого сильного охлаждения. Отец Евгений осветил море и благословил нас на купание. Я вам хочу сказать, что на протяжении вот многих лет тех, кто купается, никто, слава Богу, никто не заболел. Потому что есть настрой, есть традиция. Я верю, что именно в этот день, кто купается, не будут болеть. А это очищение идет души и тела. И чувствую себя абсолютно по-другому. В коллективе Международного гуманитарного университета чтутся традиции и уже традиционно под началом президента нашего университета, почетного гражданина города Одессы, Кивалова Сергея Васильевича, ректорат обоих университетов, Национальный университет Одесская юридическая академия Международного гуманитарного университета. Традиционно, еще раз подчеркну, приходят на водоем и в такой светлый, христианский, православный праздник. После службы мы обязательно окунаемся. Я хочу сказать, что это очень хороший заряд бодрости, энергии. Мы все чувствуем прилив и знаем, что зарядившись такой энергией, впереди у нас вступительная компания, впереди у нас работы в университетах. Мы знаем, что это нам очень хорошо способствует. Знаете, наш коллектив, наш университет, он прежде всего силен своими традициями. И так уже на протяжении многих десятилетий коллектив Национальный университет Одесская юридическая академия во главе с нашим президентом Сергеем Сеевичем Киваловым регулярно на этот прекрасный, замечательный праздник Крещения окунаются. Обычно мы окунаемся в купели, а в этом году было принято такое решение, как принято у нас, у одесситов, окунуться в море. Был совершен чин освещения воды и сегодня все руководство, коллектив, профессорско-преподавательский состав, студенты, кто захотел, окунулся и, знаете, продлил эту прекрасную, замечательную традицию, поддержал ее. Я считаю, что это всегда полезно, потому что это закаляет, безусловно, и тело, но прежде всего это закаляет дух. Наталья Ненальевна, как вода? Прекрасно. Ваши впечатления, ваши эмоции? Супер. Водичка отличная, всем рекомендую. Получив новый заряд бодрости, сил и оптимизма, одесситы продолжают новый 2022 год с верой в лучшее, с надеждой на благоприятное будущее и любовью к ближним. Само название ясует. Хрещение – это значит быть крещенным. И настоящие православные – это тот, кто крестился. Кто-то в детстве, кто-то чуть позже, кто-то уже в зрелом возрасте. Это очень важно. Я искренне хочу поздравить всех православных с этим светлым нашим праздником хрещения. Я очень хочу, чтобы в каждом доме, в каждой семье был мир, благополучие, любовь, спокойствие и удача. С праздником вас, дорогие друзья!